Словосочетание «градообразующее предприятие» остается актуальным для многих российских городов. Для поселка Белая Березка таким предприятием является Селецкий деревообрабатывающий комбинат. 670 человек трудоспособного населения работают именно здесь. Сохранить, а главное улучшить производство, было основной задачей Брянского фанерного комбината. В 2010 году на предприятии была полностью ликвидирована задолженность по зарплате. Более того, увеличилась численность работников, а вместе с тем и объемы производства. Благодаря финским партнерам фанерный комбинат приобрел мощное финское оборудование, которое позволяет производить обработку древесины на самом высоком уровне. Кстати, не все европейские страны могут похвастаться такими заводами. Губернатору показали весь технологический путь. Николаю Денину пояснили, что в данный момент Сех еще не показал все свои возможности. Выход на полную мощность всей технологической цепочки планируется в течение шести месяцев. Оборудование высочайшего европейского класса стоимостью несколько миллионов евро сможет показать себя уже в самое ближайшее время. После экскурсии участники встречи подвели итоги. Особо хотел бы отметить, что создание этого нового производства осуществлено в период мирового экономического кризиса. Акционеры комбината, не побоявшись этого, вложили немалые денежные средства, а точнее 28 миллионов евро. Немаловажным плюсом пуска нового уникального цеха станет увеличение рабочих мест. Губернатор отметил, что для городообразующего предприятия трудоустройство местных жителей является приоритетным. За 4 месяца этого года по сравнению с 4 месяцами прошлого года производство увеличилось более чем в 5 раз. Это говорит о том, что предприятие набирает обороты. И то, что было сказано, здесь более трудоустроено, более 150 человек на новом производстве. Мы, наверное, и вы спрашивали, а что сейчас немаловажный фактор, что возвращаются наши земляки, ваши те, которые уехали на заработки. Кто в Питер, кто в Москву. Я считаю, что это не только экономический проект, это еще и социальный проект, проект сохранения семьи. После обсуждения итогов встречи губернатор вручил почетные грамоты и благодарности работникам деревообрабатывающего комбината. Игорь Мерчук, Игорь Сусла, События, поселок Белая Березка.